Друзья, всем привет! Вы с Аленой и сегодня в такой прохладный денечек мы с вами поговорим про газлайтинг. Как распознать, как себе помочь и, друзья, как, собственно говоря, бороться с этой историей. Мы же понимаем, что газлайтинг это форма психического насилия и она так или иначе может быть в разных семьях. У кого-то на работе, у кого-то в семье. И термин стали использовать еще очень-очень давно. Друзья, а какие признаки вы знаете газлайтинга? Какие вы знаете признаки? Я вам чуть-чуть подскажу. Вы иногда отодвигаете свои желания на второй план. Вы чувствуете иногда тревогу и неуверенность в отношениях. И это про отношения с манипулятором. Мы же понимаем. Вы с трудом понимаете, друзья, вы с трудом понимаете даже то, что происходит иногда. И с трудом даются вам решения. Вы считаете, что раньше были увереннее и жизнерадостнее. И вы часто извиняетесь перед этим партнером или родителями, этими коллегами. И вот эти простые решения стали очень-очень тяжелы для вас. И в отношениях своих желаний вы их часто отодвигаете на второй план. Итак, идем с вами к моменту восстановления. Что это значит? Человек, который находится под воздействием газлайтера, скажем так, которого газлайтит, он может испытывать отрицание, защиту, депрессию. И все это в этих, да, друзья, отношениях. Тактики газлайтинга, а они совершенно, друзья, убийственные и разные. И здесь отрицание фактов, злые шутки, обесценивание эмоций, подчеркивание неадекватности восприятия. Короче, друзья, вам настолько манипулируют удачно, что это очень тяжело поменять. Агрессия и враждебность. Бывают такие моменты? Конечно, бывают, друзья. Они настолько, настолько сильные. А они такие сильные? Они такие сильные, друзья. Я шучу. Примеры газлайтинга можно встретить в паре, как я сказала, в отношениях с детьми, в дружеской компании, везде, даже на рабочем месте. И это такие моменты, которые просто-просто напрягают вовсю. Чем опасен газлайтинг? Человек, ставший жертвой газлайтинга, перестает доверять своим ощущениям. Представляете, вот прям своим ощущениям перестает временно доверять. И другой немаловажный момент. Эмоциональное насилие часто перерастает куда? В рукоприкладство. И некоторые специалисты предполагают, что газлайтинг способен даже вызвать шизофрению. Психоз потенциально может случиться, но вряд ли это будет как бы лидирующим фактором. Как же бороться? Друзья, понятно. Первый способ – это психотерапия. И там уже ваш психолог, психотерапевт научит вас доверять своим чувствам, заручаться поддержкой, даже иногда друзей. Не позволять себе себя обвинять. То есть быть, грубо говоря, в тандеме с собой. И обращаться за помощью. Друзья, обращаться за помощью – это целый-целый навык. И не все в этом состоянии туда идут. В отношениях, друзья, с газлайтером очень часто теряешь внутреннюю силу. И это прям какой-то кошмар. Прям кошмар. Если хочешь выйти на новый уровень, то здесь нужно знать некоторые мелочи. Если хочешь выйти замуж, и у тебя в отношениях газлайтер, твой партнер, то ты можешь действительно получить какое-нибудь психическое потом увечье. Если на работе это длительное происходит, то какой-нибудь неврозик обеспечен. Селф-газлайтинг – это когда ты сам себе очень много придумываешь. И бывают даже политические. Но туда мы, друзья, сегодня не лезем. Про газлайтинг. Вот вчера была в консультации женщина. Я прям вот с каким-то восхищением о ней думаю. Эта женщина живет в сплошном газлайтинге. Он дома, на работе, в жизни, в семье. И настолько он сильный, что сложно, сложно ей. И пришла она в терапию спустя уже 5 лет, имея невроз. И представьте, друзья, когда так долго это происходит, очень сложно вырваться из этого состояния. Поэтому я рекомендую многим начать работать заранее. Заранее, друзья, заранее. Пишите комментарии, потому что у многих это встречается, но немногие это нормальненько оценивают. Вы на канале с Аленой. До новых встреч, друзья.